Сотрудники экстренных служб готовятся к предстоящему крещению. Как искупаться, чтобы таинство не обернулось трагедией и как действовать, если жизнь человека в опасности, рассказали и показали сотрудники МЧС в рамках учений. В этом году муниципальными организациями определены 36 мест, в прошлом году было 26, это на 10 мест больше. В настоящее время уже сформированы все силы и средства, которые будут участвовать. Это и федеральная составляющая, областные, городские спасательные отряды. И вот сегодня мы проводим учения в преддверии этих крещенских купаний. Долго в ледяной воде не выдержит даже самый здоровый человек. Вытащить купающегося, которому по каким-то причинам стало плохо в проруби, нужно менее чем за 5 минут. В первую очередь определить, есть ли пульс. Если признаков жизни нет, необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. Основанием ладони надавливаем и на грудину. То есть ручки у нас должны быть прямые, мы должны давить довольно-таки сильно, с частотой где-то 100-120 в минуту. Таким вот образом на глубину 5-6 см. То есть 30 компрессий мы ему давим. Конечно, можно считать, если вы один это делаете, то есть довольно-таки тяжело, можете устать. Когда вы сделали 30 компрессий, вы запрокидываете голову, зажимаете нос и спокойный выдох. Спокойный выдох вы ему выдыхаете. Раз. Два. Спасение купающихся – дело рук купающихся. В первую очередь безопасность зависит от самих людей. Заболевания сердечно-сосудистой системы, а также почек являются противопоказаниями к крещенским купаниям. Ну и конечно, перед тем, как икунуться в прорубь, строго-настрого запрещено согреваться спиртными напитками. В алкогольном опьянении шансов на спасение крайне мало, даже с Божьей помощью. Самое первое правило – в купель ходить без горячительных напитков. Все остальное сделают спасатели, медицина и, соответственно, главное управление МЧС по Ивановской области. Конечно, на организованных местах массовых купаний будут дежурить скорая помощь, спасатели и полицейские. Однако, как показала практика, многие ивановцы окунаются в самодельные купели. Все неофициальные проруби на карандаше у экстренных служб за всеми будут приглядывать. На большинстве водоемов, которым позволяют, будут организованы несанкционированные места для купания. Они также будут охраняться сотрудниками полиции, будут выдвигаться спасатели для оказания первой помощи при необходимости, если такая возникнет. Благодаря морозной погоде лед сейчас довольно толстый. Однако, спасатели все равно предостерегают от выхода на него. Кое-где возможны промоины. Лед может проломиться. Такое крещенское купание уж точно добром не кончится. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.